Здравствуйте! Ну что же, наши туристы Окси с Юрчиком, Ленок уже в Батуми, но сегодня видео выкладывают все еще из Тбилиси. Ленок с этого балкончика, из-за которого весь сыр бор. Она, кстати, она все оправдывается за то, что так поступила, потому что увидела, и ей это крайне не понравилось, что процентов 95 всех зрителей, те, кто пишет комментарии, кто был на прямом эфире из ресторана, они все непонимающие, осуждающие отнеслись к Лениному вот этому нахальству. Лена в этом ничего плохого, ну как она заявляет, не видит. И есть просвет в том, что у нее все-таки что-то где-то там свербит совесть, и она оправдывается. Вот опять вышла на балкон и такая, ну что вы так все взъелись, ну что вы взъелись, нам уже завтра отсюда уезжать. Вроде бы как, ну и что, что я два дня здесь пожила. Ну, Лена, знаешь, если так рассуждать, то мы здесь и на земле все не вечные. Это не значит, что надо себя вести. Ты каждый день, каждый момент, каждый часок, каждую минутку отвечай за свои действия. Вот что-то я так четко сказала, процентов 95, это меня Лена натолкнула с ее любовью к подсчетам, к деньгам, заметили, да, сегодня у нее началось видео, ммм, деньги, вот так все дорого, все так стоит. И как аргумент, кстати, что именно она выбирала себе комнату, что это же я выбрала. Я выбрала это жилье, такое отличное, такое замечательное. Рядом кафе, как я увидела на фотографиях. Но только в этом кафе яичница тебе встала в тысячу рублей, о чем ты тоже не применула посетовать. Зато, зато как замечательно. Потирая ручки, она сказала, Юрик заплатил за обед. Юрик заплатил за обед. Вот вспомнила я о Юрике. Я хочу сказать, что, знаете, Юрик не лопух. Не лопух. Как он сказал в видео, я даже удивилась в ресторане. Он говорит, я работал в Сербии. Ммм, как интересно. Во время прямого эфира он был такой мудрый. Да, он слегка подвыпил, но он говорил хорошую вещь. Вот так Сана сидит на приземленном. Ой, чача, Грузия, это вино, чача. И даже Юра ей, ну что же ты так приземленно-то говоришь? И то, что все принимают за какую-то его мягкотелость, а не кажется ли вам, что это интеллигентность, воспитанность в Юре? Слышали, да, у него и родственники там в Австралии живут. Юра у нас такой прям интересный товарищ. 55 лет, хорошо выглядит. Ну, прилично. Регулярно зарабатывает деньги. Ммм, с квартирой. Было ощущение, когда они сидели в ресторане, и, кстати, Окси почему-то не села к своему любимому мужу. Она сидела с Леной. Что они с Леной, есть такое ощущение, что они с Леной как бы до этого. Ленка-то вообще как пиявка присосалась. К поездке, к этой, ко всему присасывается. А то, что Юрик им как-то выгоден, что они вдвоем, как они говорят, мы вдвоем, мы сила, мы ресторан выбрали. Девчонки вообще себя вели в этом ресторане, как вот, знаете, когда по молодости они, видимо, за чисто в ресторане посидеть и составляли компанию. Вот на это было похоже. А у меня вопрос к Лене. Лена, а когда ты с Ваней едешь отдыхать, и, Окси, вы втроем, вы на троих делите? Или там почему-то на двух? Это и о том, о деньгах, о той воспитанности Юры, которому ты, конечно, попыталась подластиться, спела ему на английском happy birthday. Ой, Лена, лучше бы ты этого не делала. А у вас тоже сложилось впечатление, что девочки как бы простоваты для Юры? Я читала комментарии, я посмотрела, всегда крайне интересно читать комментарии. Так вот, многие говорят, Юра, жмот. А вам не кажется, что это девочки простоваты для Юры? Что как бы не того поля ягодки? Ммм? Заметили, как Лена сегодня отвечает на комментарии? Она их не удаляет. Отрицательные комментарии по поводу Оксаны под своим видео. Она отвечает на то, что, например, Оксана была плохо одета. Она говорит, ааа, она носит то, что хочет. Или, ну то есть, могла бы вообще удалить комментарии? Нет, она как-то поэтому проходится по всему. Ой, стерва. И говорит, это выгод еще Оксанин характер не знаете. Ах, Ленка, Ленка. Знать бы, где собака там у тебя зарыта. Ну ладно, будем ждать батумские страсти.